Здравствуйте! В эфире канала Россия итоговая информационная программа «События недели». На минувшей неделе из Черкеска для участия в специальной военной операции отправилась очередная группа жителей республики из числа добровольцев и тех, кто призван по частичной мобилизации. Подавляющее большинство пришедших военных комиссариат по Карачаево-Черкесии ранее получили повестки и сочли крайне важным для себя отдать долг Родине. За отправкой военнослужащих на сборном пункте наблюдал наш корреспондент Артур Мкце. Об участии в боевых действиях в составе частей российской армии этот парень знает не понаслышке. Ранее не раз отстаивал интересы страны в различных уголках земного шара. Сегодня он, а также еще более сотни жителей Карачаево-Черкесии отправились для защиты недавно принятых в состав России территорий. Я служил Джигутинского района, призвался по мобилизации. Считаю, что каждый, кого призывают на мобилизацию, обязан защищать свою Родину. Пришла повестка по мобилизации. Ну вот, с чего нужным пойти, Родине послужить. Каждый пришедший в региональный военкомат человек сперва проходит медкомиссию, инструктаж и только потом вносится в список на отправку в части для прохождения дополнительной подготовки. Лишь после этого военнослужащих направят для участия в специальной военной операции. В состав команды входит более 100 человек. Все они будут проходить воинскую службу. В самоходном артиллерийском полку будет дислокация Владикавказа, где в течение до 20 октября с ними будет проведена одиночная подготовка. Далее на полигоне Тарском с ними будут проводиться слаженные отделения и расчетов. Надо служить, надо долг своей Родине отдать. Будем держаться, все будет хорошо, мы вернемся к близким. Все живы, здоровы, все полностью комплектованы, ребята все на позитиве. Все будет отлично. Главное не переживайте, ждите, все будет хорошо. Всем родителям, которых дети забрали по мобилизации, хочу сказать следующее. Не волнуйтесь, не переживайте. Мы здесь как дружная семья, друг за другом горой. Отправившихся защищать Родину жителей республики провожали напутственными словами представители руководства регионального правительства и военного комиссариата. Все мужчины должны брать пример с вас и детей должны воспитывать так, какими вы являетесь. Я желаю вам счастливой дороги, успешного выполнения своего воинского долга и такого же счастливого возвращения домой. Артур Мхц, Олег Молхожев, Вести, Карачаев, Черкесия. 11 машин с гуманитарной помощью отправились из Карачаева-Черкесии в Донецкую республику, город Макеевку. 70 тонн воды, полторы тысячи продуктовых наборов, столько же средств гигиены, 500 штук канцелярских принадлежностей. Всего порядка 100 тонн. Список необходимых вещей составлялся с учетом потребностей, а также по просьбе администрации Макеевки. Гуманитарная помощь была собрана по поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Ее получат мобилизованные и жители города. Наша поддержка и бойцам нашим военнослужащим призванным, и жителям новых наших регионов очень нужна. Поэтому работа будет продолжаться и дальше, и в таких же объемах. Централизован большой гуманитарный груз нашим военнослужащим, призванным с нашего региона, и жителям города Макеевка, Донецкой республики, нового нашего российского региона, где регулярно продолжаются обстрелы, к сожалению, гибнут люди. Вот и наша гуманитарная помощь направляется. Пути колонны будет около двух суток. Сопровождают колонну экипажей ГИБДД. Переход осуществляется в установленном порядке, во взаимодействии с пограничной службой ФСБ России. В общественной палате Карачаева-Черкесия обсудили вопросы взаимодействия военных комиссариатов с гражданским обществом в период частичной мобилизации. В работе круглого стола приняли участие представители военного комиссариата и видные общественники республики. Смотрите подробности. Всё внимание присутствующих было обращено к представителю военного комиссариата республики, потому что 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Согласно указу президента, призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил военную службу. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. Точка. Я теперь разбираю вот это предложение по фразам. Призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе. Граждане Российской Федерации пребывают в запасе в возрасте до 50 лет. Мобилизованные получают специальный статус и все установленные выплаты. По решению главы Карачаева Черкесии в республике работает штаб по частичной мобилизации и оказанию помощи семьям мобилизованных. Также создана комиссия для консолидации усилий правительства республики и общественных организаций по решению возникающих вопросов в связи с мобилизацией. «Задача была выполнена в срок, в полном объеме. Говорить о том, что Карачаево-Черкесская республика окончательно и победоносно выполнила все свои установленные задания я не могу, потому что эта задача будет выполнена только тогда, когда мы и наши граждане узнают о том, что вышел указ президента об отмене частичной мобилизации в Российской Федерации». Собравшиеся подняли интересующие всех жителей республики вопросы, связанные с мобилизацией, например, об обеспечении мобилизованных обмундированием. Я вам докладываю, что граждане, призванные по мобилизации, были обеспечены за счет средств Министерства обороны комплектами летнего и зимнего обмундирования, начиная от носок, котелков, полотенца и заканчивая формой одежды, вот как на мне, только летнее, еще и зимнее, еще и нательное мелье. Шапка, берцы, ну все, что положено одеть военнослужащему, чтобы встать в строй. Война – дело всенародное. И здесь мериться никто не собирается. И поверьте, военному комиссару просто некогда. Сейчас смотри, кто там из богатой, благополучной семьи. Есть буква закона, 18-я статья 31-го федерального закона. Там четко написано, кто не подлежит. Черный по белому. Там статей-то, подпунктов-то немного, на самом деле, кто не подлежит. И еще несколько статей потом добавились указом президента. Все. Подводя итоги заседания, председатель общественной палаты Елена Лешова подчеркнула, что в это непростое время сплоченность нашего общества является надежным фундаментом благополучия и процветания наших народов. И все вопросы, связанные с мобилизацией, можно обсудить, позвонив по телефону горячей линии 122. Мурат Сенхёзов, Мухаммед Ошибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день работников дорожного хозяйства. Уважаемых работников и ветеранов дорожной отрасли Карачаева-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Для любого региона безопасные и комфортные дороги являются визитной карточкой и индикатором успешности его развития, а для республики, где расположены всесезонные курорты, это особенно важно. Ведь ежегодно Карачаево-Черкесию посещают тысячи туристов, для которых комфорт и безопасность наших дорог – один из показателей отличного отдыха. Можно смело утверждать, что за последние годы была проделана колоссальная работа по строительству новых дорожных объектов и модернизации действующих. Ежегодно в республике вводятся в эксплуатацию десятки километров участков федеральных дорог, новые мосты, реализуются проекты по расширению участков дорог. Вместе с вами мы работаем над общей задачей – сделать дорожное движение безопасным. Благодарим всех специалистов дорожной отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Искренне желаем вам, а также ветеранам крепкого здоровья, благополучия, а главное – мира и добра вам и вашим семьям. В Управлении Государственного жилищного надзора Карачаева-Черкесии прошло рабочее совещание по вопросам подготовки к отопительному периоду. В его работе приняли участие представители управляющих компаний, городов и районов республики. На основании постановления правительства Жилнадзор проводит еженедельный мониторинг готовности объектов к отопительному сезону. В адрес хозяйствующих организаций подготовлены и направлены письма с требованием предоставить информацию о заключенных договорах со специализированной организацией на техобслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обслуживание, внутридомового газового оборудования и другие вопросы. Сотрудники управления также проводят выездные обследования для проверки исполнения графика обязательных работ при подготовке к отопительному сезону. По данным, озвученным на встрече, 98% многоквартирных домов республики готовы к осенне-зимнему периоду. Участники совещания обсудили и другие актуальные вопросы, относящиеся к деятельности управляющих компаний. Более подробно о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону мы попросили рассказать начальника управления Государственного жилищного надзора по Карачаево-Черкесии Руслана Урусова. Добрый день, Руслан Азретович. Рад приветствовать вас в нашей программе. Только что вы провели совещание. Расскажите, пожалуйста, о той работе, которая проводится в преддверии отопительного сезона в Карачаево-Черкесии. Уже не первый год мы занимаемся контролем за подготовкой к отопительному периоду управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций. После того, как в этом году закончился предыдущий отопительный период, правительство Карачаево-Черкесской республики сформировало и утвердило постановлением 158-м план-график подготовки коммунального комплекса к осенне-зимнему периоду 22-23. И в этом году нас включили в эту комиссию, которая должна проводить мониторинги, контроль за подготовкой управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями всех работ, многоквартирных домов в частности. Поэтому еженедельно мои специалисты, специалисты нашего управления с выездами в районы именно сами заходят на объекты, проверяют, смотрят и отслеживали подготовку к отопительному периоду. На сегодняшний день, по нашей оценке, 98% многоквартирных домов полностью готовы к зиме. Ими составлены планы графики подключения к тепловым пунктам. Отработана полностью промывка, продувка, опрессовка всей системы теплового хозяйства. Проверены кровельные покрытия, ливневая система полностью дома. Проверены остекленения. Также проведены работы по энергосбережению и энергоэффективности в соответствии с 261-м федеральным законом в преддверии зимы. Поэтому на сегодняшний день, вот сегодня я собрал очередное совещание всех управляющих компаний республики. И они кратко доложили мне о готовности к зиме их домов. И выполняя свои лицензионные требования, обязательства, они доложили, что в принципе уже вышли на финишную прямую и готовы принять тепловую энергию в свои дома. А какие проблемы были озвучены на совещании, на что вы обратили особое внимание присутствующих? Проблемы взаимодействия с управляющей компанией, с ресурсоснабжающими организациями. В плане ситуация такова, что законом предусмотрена ответственность ресурсоснабжающих организаций, зона ответственности, если иной не предусмотрено законом или договором или схемой до стены дома. До стены дома это ответственность ресурсоснабжающей организации, дальше уже наступает внутри дома ответственность управляющих компаний. Поэтому вот их взаимодействие проблема иногда бывает, потому что когда температурный режим, температура в доме менее нормативной, они начинают говорить, что это ресурсоснабжающая организация недодает. Начинаем проверять ресурсоснабжающую организацию, выясняется, что они дают нормальную температуру из-за плохой подготовки внутридомовых сетей управляющей организацией. Проблемы возникают из-за этого, там, завоздушивание, непрочищенные эти инженерные сети и так далее, там, вот, такие проблемы возникают. Но если каждый в своей ответственности будет выполнять свои задачи, относиться к этому серьезно, никаких проблем не будет. Отводится время, есть специальный алгоритм, который прописан, что нужно делать минимум, чтобы войти в зиму нормально и пройти эту зиму без аварийных ситуаций. Этот вопрос жестко держит на контроле глава республики, вице-премьер, курирующий жилищно-коммунальную отрасль в республике. И у меня на постоянном контроле именно и качество обслуживания наших граждан, и подготовка к зиме, и прохождение. Также они провели ревизию всех вентканалов, шахт, вытяжек. И также работа продолжается по обслуживанию внутридомового, внутриквартирного газового оборудования, спецорганизации, КЧГАЗ. Это основные такие моменты, на которые я хотел бы обратить внимание. А сегодняшний посыл, почему я собрал эти управляющие компании. За короткое время увеличилось количество жалоб по течи кровель и затоплению подвалов. Также были жалобы на срыв графика ремонта подъездов. И вот на эти все моменты я обратил внимание, поставил жесткие сроки, чтобы в краткосрочном оперативном режиме они устранили эти все вопросы и доложили мне об исправлении и приведении в соответствие. И еще одним вопросом, который я обратился к руководителю управляющей компании, чтобы у них была заготовка песчано-соленых смесей, которые в случае обледенения они будут посыпать перед подъездами, в дворовых территориях, тротуары и так далее, чтобы исключить возможность падения жильцов там и чтобы они чувствовали себя комфортно в зимний период. По сосулькам я тоже обратил внимание, чтобы они уже многие из них почистили всю ливневую систему дома, желоба, водостоки и так далее, там эти стыки, где скапливается листва, грязь и так далее, во избежание обледенения и так далее. В многих домах предусмотрена электрическая подогрев, электрический, чтобы там не скапливалась наледь. Но при возникновении ситуации с сосульками, они уже, управляющие компании, знают, как бороться с этим, и они убирают эти сосульки. К сожалению, пока бывают такие случаи, но редко. Но на это тоже я обратил внимание управляющих организаций. В принципе, они это тоже будут держать на контроле, я сам тоже буду контролировать, смотреть. Жители могут обращаться в свою управляющую компанию, в теплосети, у нас действует горячая линия, куда они могут обращаться своими проблемами. Но алгоритм такой, в первую очередь управляющую компанию, потом ресурсоснабжающая организация, потом уже мэрия, наше управление, госжелонадзора. Всегда мы открыты, всегда работают телефоны, идет запись, если в ночное время, потом утром, приходя на работу, специалисты прослушивают эти записи. Также есть АДС, аварийная служба, которая круглосуточно на связи и в случае аварии, аварии, выезжают на место, устраняют и так далее. Руслан Анатольевич, спасибо за участие в нашей программе и до новых встреч. Спасибо. Сейчас реклама, после продолжим. Высокоточная МРТ, КТ, УЗИ, комплексные консультации специалистов. Все виды медицинского массажа в клинике Сити по адресу. Ставрополь, Карла Маркса 4. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас, Кавказская 42, троллейбусная остановка на кругу, город Черкеск. Высокоточная МРТ, КТ, УЗИ, комплексные консультации специалистов. Все виды медицинского массажа в клинике Сити по адресу. Ставрополь, Карла Маркса 4. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Войная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Армия – есть основа жизнедеятельности, школа мужества, как говорится, способствует самостоятельности человека. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Телефон для справок. Оперативно-дежурный. 8-878-2-26-36-32. Сегодня отмечает 30-летний юбилей отдел дознания МВД Российской Федерации. Какова специфика работы дознавателя? Чем занимаются органы дознания и чем отличается работа дознавателя от деятельности следователя? На эти и другие вопросы нашему корреспонденту Белли Джозаевой ответил старший дознаватель отдела организации дознания МВД по Карачаево-Черкесии майор полиции Дахир Абреков. Здравствуйте, Дахир Вячеславович. Я хочу поздравить вас сразу с вашим профессиональным праздником. 16 октября – это день работников органов дознания. И хочу вас спросить, как вы пришли в систему МВД и вообще в органы дознания? Здравствуйте. В органы внутренних дел я пришел после окончания Волгирадской академии государственной службы при президенте Российской Федерации в городе Волгираде. Начинал работу в межмуниципальном отделе города Карачаевска после на должности инспектора ГАИ ГИБДД МВД по Карачаевой Черкесской Республике. Затем на должности следователя следственного отдела отдела МВД России по городу Черкесску. И с 2018 года по настоящее время занимаю должность старшего дознавателя отдела организации дознания МВД по Карачаевой Черкесской Республике. Скажите, пожалуйста, в чем же заключается специфика работы дознавателя? Служба в дознании требует от каждого сотрудника профессионализма. Дознаватель должен обладать знаниями уголовно-процессуального законодательства, криминалистики, а также других дисциплин и нормативно-правовых актов. Я хочу у вас спросить, чем отличается работа следователя от работы дознавателя? В чем разница? Дознание – это форма предварительного расследования. Основная обязанность дознавателя – провести полное и объективное расследование по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, более сжатые, чем это предусмотрено органам следствия сроки. Дознание как форма предварительного расследования для этого и было создано, чтобы как можно оперативнее расследовать преступления небольшой и средней тяжести. При этом для качественного и объективного расследования приходится выполнять то же, что и следователям объем работы. В этом и заключается сложность расследования преступлений в форме дознания. Поэтому согласиться с тем, что дознание работает легче, чем следователю, было бы неправильно. Немного расскажите о своем коллективе. Как вы взаимодействуете? У нас дружный и сплоченный коллектив, взаимопонимание полное. И, конечно же, мы все работаем на результат. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех дознавателей с профессиональным праздником. Желаю всем успехов, здоровья, счастья и терпения в нашей нелегкой работе. Ну что же, я еще раз поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Желаю успехов в работе. Спасибо вам. Аграрно-технологический колледж поселка Аркин-Шахар отметил 90-летие со дня образования. Совместили юбилейную дату с днем среднего профессионального образования. Он объединяет педагогов и мастеров производственного обучения, а также всех, кто вовлечен в эту сферу. О почетных гостях торжества и о значимости события расскажет Альбина Ламкова. Буквально в прошлом году я участвовал в конкурсе «Бессрока давности». Это конкурс отчинений. Стал призером. Награждение было в Москве. И еще наша команда, они делали научно-исследовательскую работу и выиграли первое место. Успех студентов в учебе и воспитании всегда стоит на первом месте у педагогов аграрно-технологического колледжа поселка Аркин-Шахар. Такая задача была поставлена с первых дней его открытия. Этапы становления колледжа тесно переплетаются с историей нашей страны. Истоки развития идут с 1932 года. Тогда и была открыта школа рабочей молодежи. В дни Великой Отечественной войны преподаватели ушли на фронт и колледж перепроферировали. В нем открыли детский дом. Воспитывались ребята из разных концов страны, которые вынуждены были направиться на Кавказ. Затем нашей стране нужны были трактористы. И поэтому по окончанию войны колледж вновь заработал. Его выпускники всегда в первых рядах, начиная от освоения целины. Каждый этап подъема и восстановления сельского хозяйства учебное заведение проходило успешно. Готовило квалифицированных специалистов. Залог успешной учебы в нем создан благодаря кропотливому труду всего коллектива во главе с руководством, говорит социальный педагог аграрно-технологического колледжа Ирина Баймурзова. Каждый день стараются направить все силы и усилия нашего коллектива на получение хорошего, настоящего, профессионального образования в стенах нашего колледжа. Чтобы наши воспитанники, наши выпускники были востребованы на рынке труда. Колледж, рожденный в советские времена, вобрал в себя лучшие преподавательские технологии. Десятки, сотни тысяч выпускников работают и наверняка будут продолжать свою трудовую деятельность в аграрном секторе нашей страны. Колледж идет в ногу со временем, дифференцируя свое образовательное и преподавательское направление. Это гордость для всей страны, отмечают гости мероприятия. Один из них – академик Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор Владимир Кайшев. В свое время в этом колледже учился отец мой, для меня это очень дорого. Сегодня дети получают стипендию его именем, для меня это вдвойне дороже. И то, что сегодня преподаватели, сегодня руководитель этого колледжа, конечно, заслуживает самой-самой высокой похвалы. И человеческой, и государственной, и преподавательской. Осень богата на праздники в системе образования. Символично и то, что юбилей колледжа был учрежден День среднего профессионального образования, что подчеркивает особую значимость события. 2 октября в этом году впервые указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина официально утверждено, что это праздник, День работников среднего профессионального образования, с чем я вас и поздравляю, мои дорогие коллеги. Инна Кравченко сердечно поздравила педагогов сферы среднего профессионального образования. Область просвещения нашей республики представлена 20 организациями различных форм собственности, являясь неотъемлемой частью образовательной отрасли Корчаева-Черкесии. Трудовой коллектив активно реализует программу подготовки высококвалифицированных кадров для отраслей экономики региона, отмечено в обращении к педагогам. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и особое отношение к работе лучшим наставникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести Корчаева-Черкесия, Ногайский район. Делегация черкесской диаспоры из Турции посетила Корчаева-Черкесию. В поездке по исторической родине гостей сопровождали представители адыгья-хаса Черкесский парламент республики. Подробнее о встрече соплеменников Фатима Даурова. Это первые шаги потомков адыгских махаджиров на исторической родине своих предков. Тот их встречает представители администрации Хабетского района, жители аула Либердуковский и дети, ученики этнокласса Хабетской средней школы. Встреча на знаковом месте, где расположен исторический комплекс, памятник жертвам Кавказской войны. И здесь же памятная фотография на фоне черкесского символа, объединяющего адыга всего мира. 12 звезд и трех скрещенных стрел. Они сегодня едут, у них по программе в Кабардино-Балкарию, тоже встреча с главой республики. И решили заодно заехать по пути в нашу республику, посмотреть вот этот памятник, который все знают, все адыги мира. И решили навестить нашу республику. Мы, конечно же, их встречаем. Работа хассы встречаем, провожаем любых наших братьев, которые сюда приезжают с большим удовольствием. Памятник жертвам Кавказской войны в ауле Алибердуковский уникальный в своем роде. Он появился первым в стране. Жители аула хорошо помнят, как однажды ночью 1989 года на единственном холме на окраине села появился небольшой камень-валун в память погибшим черкесам в столетней войне. И вот сегодня потомки тех, кто волей судеб оказался на чужбине, возлагают цветы к подножию мраморного памятника в честь своих предков. Мы ездим друг к другу, обмениваемся и опытом, и многие родственники друг друга нашли со времен 90-х годов, когда стало возможным вообще посещать наши страны. Сейчас очень многие общаются друг с другом, и культурный обмен, и наши ансамбли выезжают, артисты выступают и в Турции, и сюда они, очень много делегаций приезжают. Мы и молодых, и взрослых постоянно встречаем. Честно говоря, больше приезжают в Майкоп и в Нальчик. Последнее время и к нам начали приезжать. Знакомство продолжилось в выставочном комплексе музея адыгской истории, где житель аула Либердуковский и заодно один из хранителей музея Аслан Хутов рассказал гостям о представленных экспонатах, этнографической и археологической коллекциях, фрагментах исторических карт расселения адыгского народа, фотографиях, рисунках, газетах и документах. Гости с интересом слушали рассказчика, перебивая только тогда, когда возникали интересующие вопросы. Предки Яшара Хохандука родом из селения Хохандуковский, как в старину называли нынешний Алибердуковский. Ему особенно отрадно находиться на земле праотцов. Куда бы нас ни разбросала судьба, где бы мы ни находились сейчас, мы всегда оставались и продолжаем быть адыгами. Мы сохранили кодекс Адыгихабзе, наши традиции и обычаи, культуру и быт. И каждый из нас всем сердцем стремится постигать свою историческую родину. В следующий раз я обязательно приеду со своей семьёй, чтобы они своими глазами увидели родную землю. Ученики этнокласса Хабетской средней школы прочитали гостям стихи на родном языке, рассказали о своей малой родине. Дети оказались заинтересованы гостями черкесского зарубежья, задавали вопросы, сравнивали звучание разных диалектов и говоров адыгского языка. Современное поколение единого народа, живущего на разных берегах Чёрного моря, даже спустя столько лет понимают друг друга с полуслова. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкесск. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Армия. Есть основа жизнедеятельности. Школа мужества, как говорится, способствует самостоятельности человека. Контрактники – это профессионалы, мужественные и с честью, выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Телефон для справок. Оперативно-дежурный. 8-878-2-26-36-32. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова